Как казаки гусарами стали. Изначально слово гусар никакой романтики не имело, так как каждому такому воину выплачивалось жалование, а по-венгерски хус-20, ар-плата. То и получалось, хусар, они имели расшитые мундиры, брили бороды и носили усы. Из венгерского королевства гусары стали распространяться по всей Европе. Об этом статья Юлии Кравченко в журнале «Загадки истории» за 2014 год. В 1458 году венгерский король Матвей Матьяш Корвин для защиты от турок создал особые отряды. От каждых 20 дворян выставлялся один ополченец со свитой и вооружением. От них и произошли знаменитые гусары. В середине 17 века украинский народ притесняла польская шляхта. Всеобщее недовольство вылилось в освободительную войну, которую возглавил Богдан Хмельницкий. Хмельницкий понимал, что в одиночку польскую армию не одолеть, и обратился к России с просьбой взять их под свое покровительство. В 1654 году между Россией и Украиной было заключено соглашение, в котором Украина получала казачьи вольности, а Польше была объявлена война. Но в 1667 году Россия подписала с Польшей андрусовский мир, отказавшись от обязательств 1654 года и разделив Украину, правый берег Польши, левой России. А Запорожскую сечь переходила под совместное русско-польское управление. На общую службу наступающих басурманских сил. Казацких послов на подписание договора не допустили. Это вызвало бурю протеста. С территории Гетманщины изгнали всю русскую администрацию и постановили перейти под турецкий протекторат. Но это заключение поддержали не все. В 1668 году Гетман Петр Дорошенко отправился в Чигирин решать, на чью сторону стать, оставив начальство над войсками Исаулу Демьяну Многогрешному. Демьян был активным участником освободительной войны 1648-1654 годов и пользовался авторитетом. Но обстановка была опасная из-за раздела взглядов казачества о единении с Турцией, Польшей или Россией. Тогда Многогрешный задумал создать свои верные войска и бросил клич «Кто хочет в мою компанию?». 30 августа 1668 года был сформирован отряд из казаков, названный Компанейским и предназначенный для личной охраны Гетмана. Как только Дорошенко уехал, на Нежин и Чернигов стали наступать московские войска воеводы Ромодановского. Многогрешный был поставлен сложное обстоятельство. Помощи от Дорошенко не было. К тому же к нему прибыло множество разных русских представителей и они стали уговаривать стать под власть царя. Особенно старался черниговский архиепископ Лазарь. Многогрешный согласился на переговоры, но власти скреплять своей подписью документы у него не было. В Глухове 3 марта 1669 года созвали Раду о выборе нового Гетмана, где многие заявили «Люб нам Демьян, его хотим Гетманом», после чего Многогрешный и царский полномочный подписали 27 договоров, где 22-й узаконил новый компанейский полк, который будет содержаться за счет державы. Позже, когда появились другие полки, этому присвоили номер 1, а по городу назвали Киевским. Почти сразу после своего формирования Киевский казачий полк включился в Северную войну, длившуюся более 20 лет, с 1700 по 1721 года. Около 100 лет полк просуществовал под первоначальным названием, пока в 1775 году не был значительно пополнен казаками, желающими служить в рядах легендарного киевского компанейского полка. В том же 1775 году граф Румянцев-Задунайский переименовал его в легкоконный полк малороссийской конницы. С этого дня начались мучения полка, связанные с его переименованиями. Вновь вспыхнувшая в 1787 году русско-турецкая война позвала киевских воинов, носивших тогда название карабинеров, принять участие в сражениях. В конце июня 1788 года армия Потемкина подошла к Очакову. В декабре начался штурм города. В это время украинская армия заставила турок, спешащих на помощь осажденным, вступить в бой, что спасло потемкинские позиции. Турки сражались отчаянно, но почти весь турецкий гарнизон был уничтожен. Это так шокировало султана Абдул-Хамида, что он умер от сердечного приступа. В 1792 году вспыхнуло восстание, связанное с разделом Польши. В Польше была создана армия, где в коннице находилось от 20 до 30 тысяч человек, что составляло в те годы весьма большую силу. Украинцы приняли бой на Волыне при Остроге. Поляки защищались храбро. Но после их поражения киевский полк под командованием генерала Каховского уже безостановочно шел на Варшаву. В 1812 году началась Отечественная война, и французы вступили на украинские земли. Наполеон обещал вернуть правобережную польскому королю Галичину и Волынь, отдать австрийскому императору, Крым и Северное Причерноморье турецкому султану. Остальную территорию планировалось поделить на колониальные области и сделать источником снабжения французской армии, продовольствием, фуражом, лошадьми и даже солдатами. Начальные победы французов заставили отходить русские войска, и киевский полк, составив 2-й западной армии, с боями отступал к Смоленску. Наконец император назначил нового командующего. Кутузов приказал дать бой. 22 октября 1812 года состоялось сражение под Вязьмой. Киевский полк под началом генерала Малорадовича пытался отрезать и уничтожить корпус генерала Даву. Но, к сожалению, эта попытка оказалась неудачной. Однако каждое крупное сражение ослабляло силы противника и пугало, путало его планы. Киевский полк также участвовал в сражениях при Малоярославце, Красном и отважно сражался при Бородине. После изгнания Наполеона из России Киевский полк продолжил заграничные походы. И в 1813 году состоялось крупное сражение на реке Кацбах. Французская армия была отброшена за реку, ее преследовали до границ Саксонии. За это полку были пожалованы георгиевские штандарты за надписью «За отличие против неприятеля в сражении у Кацбаха». В битре при Лейпциге фронтальной атакой полк разбил французскую конницу и захватил 7 орудий. Киевские храбрецы первыми ворвались в город и захватили в плен двух генералов, 26 офицеров и батальон пехоты. За активное участие в сражениях 1814 года при Реймсе, Трильпоре и Мо полк получил на головные уборы знак «За отличие». 14 декабря 1826 года Драгунскому полку присвоили звание звучное название «Киевский гусарский полк». Именно под этим именем он получил наибольшее число отличий и так называют его в истории. Полковой праздник отмечался 17 сентября в день святых веры, надежды, любви и Софии. 25 июня 1838 года полку, просуществовавшему более 100 лет, были пожалованы юбилейные Александровские ленты. В 1853 году началась новая война между Российской империей и коалицией в составе Британии, Франции, Османской империи и Сардинского королевства. Наиболее активные боевые действия были в Крыму в 1854-1855 годах. Что делал среди укрепленней пушек и кораблей гусарский полк? Участвовал в самых кровопролитных сражениях. Первое состоялось 8 сентября 1854 года на территории Бахчисарайского района и называлось Альминским сражением. В нем русская армия утратила 6 тысяч человек, противники 5 тысяч, и отступила к Севастополю. Обескровленный противник на преследование не решился. И в это время с кораблей были сняты пушки и началось укрепление города. Но вот где смогли себя проявить киевские гусары. Так это в бою под Балаклавой. В истории эта атака именуется еще атакой легкой кавалерии. Англия потеряла в нее представителей самых аристократичных семей. И в тот день они объявили национальным трауром. Все остались на прежних позициях, но противники отказались от взятия Севастополя приступом и перешли к осадным действиям. Битва под Инкерманом, где воевал и киевский полк, считается самой кровопролитной. Там полегло более 11 тысяч человек с русской стороны. Она не принесла победы, но дала возможность на несколько месяцев отодвинуть штурм Севастополя, что позволило создать новые оборонительные сооружения. За участие в столь значительных сражениях полку киевских гусар в 1904 году к 50-летию обороны Севастополя открыли памятник. Просуществовали киевские гусары до Октябрьской революции. Полк не пожелал предавать императора и был расформирован. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!